В этом видео поговорим о удалении узла из ВЛ-дерева. Напомню, что ВЛ-дерево называется бинарное дерево поиска, в каждой вершине которого выполняется следующее неравенство. Оно записывается вот так вот. Высота левого минус высота правого под дерево. По модулю меньше либо равна единица. Именно это неравенство обеспечивает баланс ВЛ-деревя. Обратим внимание на следующем. Вместе, когда мы удаляем узел, в месте его фактического удаления, если подниматься наверх от этой точки, существуют узлы, то есть путь к корню. В каждом из этих узлов, если мы тут удаляем узел, допустим, здесь, в левой части будет нарушена, высота изменится. Изменение высоты может приводить к тому, что это условие перестанет выполняться в каких-либо узлах. Дальше давайте будем подниматься вверх и найдем первый узел, где нарушится это неравенство. Вообще оно может как нарушиться, так и не нарушиться. Если оно не нарушается, это значит, что дерево осталось сбалансированным. Но если оно нарушается, это значит, что дерево уже не сбалансированное. И нам нужно его преобразовывать. Значит, мы найдем первый узел по этому пути вверх, x, где нарушится это неравенство. Обозначим его через x. У него может быть два поддерева, левое или правое. Значит, удалять мы могли и в любом из этих поддеревьев. Но так как случай симметричный, давайте будем рассматривать один из них. И это будет, все наши рассуждения, они будут истинные для другого случая. Потому что тут это симметрия. Значит, ну давайте мы будем удалять из-за справа поддерево. Обозначим высоту изначальную сбалансированного дерева через h. После удаления она перейдет в h-1. Соответственно, слева должна быть высота h-1. В таком случае при удалении будет нарушение баланса. Далее давайте раскроем левое поддерево. Это будет на этом рисунке изображено. y будет, это первый потомок левый этого поддерева. И у него будут два поддерева у y, l и r. Соответственно, высота у них может быть либо h, либо h-1. Тут либо h, либо h-1. Причем хотя бы одно из них должно быть h. Это необходимо, чтобы тут получилось h-1. Далее давайте будем рассматривать два варианта. В первом варианте высота левого поддерева будет больше либо равна правого. То есть высота этого будет больше либо равна высоты этого. А во втором варианте, наоборот, оставшийся случай, высота левого будет меньше высоты правого. Значит, в первом случае, когда у нас высота левого больше либо равна высоты правого. Это автоматически, это неравенство, оно приводит к тому, что здесь может быть только случай h. Случайно h-1 исключается. Так как если бы тут было h-1, тут могло бы быть h, и это бы привело к тому, что у нас было противовиджим. Значит, давайте теперь раскроем левое поддерево. Вот это l в первом случае. z обозначим потомка левого первого, и у него могут быть два поддерева, а и b. Соответственно, высоты у них могут быть h-1 или h-2, и тут h-1, либо h-2. Причем обратите внимание, что обязательно одно будет h-1. Это необходимо, чтобы в l получилось h. Вот оно левое будет, и у него должна высота быть h. Хотя бы одно из них, и для этого должно быть h-1. Оба h-2 могут быть, я вот подчеркнул красным. Дальше из этого дерева мы делаем разворот. y идет наверх, x право, z влево. И, соответственно, расставляются под деревья. Обратите внимание, что в z, x, y будет выполнено это неравенство теперь уже. То есть мы получили сбалансированное дерево. Также обратите внимание, что у вершины y максимальная поддерево теперь может быть как высотой h, так и h-1. А изначально максимальная была h-1. То есть если здесь будет вариант h-1, нам больше не надо подниматься наверх. Потому что у нас дальше баланс таким останется, дерево останется сбалансированным. И внутри тоже все будет сбалансировано. Так как до этого у нас не было точек, где нарушится баланс. А в этой точке мы получили уже сбалансированное дерево. Ну а также может быть максимальная поддерево высотой h. Вот в этом случае нам уже надо подняться наверх и опять провести операции по повороту дерева. Для того, чтобы его сбалансировать. Так, с первым случаем разобрались. Второй случай. Высота левого меньше высоты правого. В таком случае в r будет уже h-1. В r может быть как h, так и h-1 по идее. Но нет, из r исключается h-1. Так как в таком случае l и r были бы равны. А мы бы эту ситуацию могли рассмотреть в этом случае. То есть мы уже рассмотрели. У нас все в порядке с этим. Значит рассматриваем тут только h, и тут только h-1. Тут мы будем раскрывать уже поддерево, которое больше. Это уже будет дерево r. Через z запишем правого потомка y. То есть корень поддерево r. У него могут быть поддеревья b и z. Соответственно с высотами h-1, h-2, либо h-1, h-2. Хоть одно из них будет обязательно h-1, но оба не могут быть h-2. Ну и соответственно это дерево мы разворачиваем и получаем это дерево. В этом поддереве тоже во всех вершинах будет уже выполняться это неравенство. То есть оно будет сбалансировано. И обратите внимание на то, что максимальное поддерево уже будет иметь высоту h. То есть было h-1, а тут у нас будет высотой h. Это говорит о том, что нам надо обязательно еще подняться вверх будет от нашей вершины первой, которую мы нашли. И там тоже проверить сбалансированность. То есть повторить вот эти рассуждения, чтобы повернуть, если там будет нарушен баланс, повернуть деревья нужным образом. Одним из этих случаев. На этом все.